Институт местного самоуправления набирает популярность. С 2012 года он выступает связующим звеном между властью и народом. Роль муниципалитета в процветании государства подчеркнул Владимир Путин. На минувшей неделе президент России провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. Одна из главных тем – поддержка военнослужащих, участников СВО и их родных. Глава страны подчеркнул, власть на местах должна быть в курсе всех вопросов, которые требуют решения в каждом конкретном случае. Относиться с вниманием к нуждам и потребностям таких семей будут и в Ульяновской области. Такое поручение дал глава региона Алексей Русских. Муниципальным чиновникам необходимо с теплотой и заботой оказывать помощь коллегам из новых регионов. Муниципальные чиновники, пошедшие добровольцами в зону спецоперации, показали пример поеданности родине, отстаивают исторические территории России. Регулярное общение местной власти с людьми очень важно. Цифровизация не заменит личных встреч. Личные встречи власти и народа посвящены не только политическим и военным темам. Проблем хватает и в повседневной жизни. Разбитые дороги, отлов собак, слабая работа общественного транспорта. С этими вопросами люди чаще всего обращаются именно в местные органы власти. И уже за ними стоит главная задача выстроить эффективную обратную связь и добиться реальных результатов. Действительно, роль местного самоправления поднимается на новый уровень, государственный уровень. То есть в проекте закона, который обсуждается, там именно органы местного самоправления вписываются в органы государственной власти. Это будет закреплено законом. Предложения по изменению в законодательство ежегодно озвучивают на пленарном заседании. Такая система позволяет улучшить работу властей. Здесь же главы районов представляют отчет о проделанной работе. Мы вообще дали обязательство нашим землякам в течение двух-трех максимум лет завершить газификацию всего района. У нас сегодня процент газификации порядка 90%. У нас одно поселение остается пока без газа, но уже вот в рамках КРСТ мы смогли в прошлом году вложить в трех населенных пунктах внутрипоселковые газовые сети. Лучше становятся и сами улицы. Идеи по их благоустройству предлагают местные жители. Финансирование на их реализацию приходит из федерального центра благодаря грантам. В процесс с каждым годом вовлекается все больше людей. В связи с этим не могу не порадоваться за реализацию закона о государственной поддержке территориально-общественного самоуправления Ульяновской области, которую мы приняли пять лет назад. К сегодняшню в области 445 ТОСов. Многие из них стали незамоменными помощниками местных властей и объединили тысячи людей, которым не безразлична судьба родных, городов и сел. За ежедневный труд и высокие результаты общественники получили благодарственные письма от региональных властей. Так, с поздравлениями и наградами в Ульяновске встретили день местного самоуправления.